Веган Христолюб Всех приветствую! С вами я, Веган Христолюб. У нас с вами сегодня такое вот видео. 7000 лет человечества. Обещаю вам, он будет очень интересно. Вы такого никогда не слышали и не видели дома. Убежден в этом. Может быть, если где-то такое слышали, видели, дайте мне ссылку. Это видео «7000 лет человечества» или «Вся история человечества в семи днях», как я ее называю. Я на своем сайте христолюб.ру или по-русски христолюб.рф создал соответствующую страничку «7000 лет человечества». И один ролик вы уже видели. Это «7000 лет вечности». Я его назвал. Это вот второе видео. Здесь я собираю все места из Писания, где по принципу или, как хотите, по эпитету, по эпиграфу и по такой отгадке, что у Бога один день, как тысяча лет у людей на земле. Или у Бога на небе один день, как тысяча лет у людей на земле. Благодаря этой формуле, которая нам открыта, цитаты и в Ветхом Завете в Псалме, и в Новом Завете в послании апостола Петра, мы с вами разгадываем спокойненько, разгадываем все тайны Библии, которые говорят нам о всяких временах и сроках. Я вам даже позволю зачитать еще раз эти места. И апостол Петр во втором послании пишет так. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Это очень важно. Именно в этом, благодаря этой разгадочке, шпаргалочке, аксиоме, аксиома – это недоказуемая вещь, доказывается любая теорема, решается любая задача. Это очень важно. Назвал я видео, ну это кратко так, на значке, название его «Вся история человечества в одной главе Евангелия Тана». Сегодня мы с вами прочтем Евангелие Тана, так как не читали никогда первую главу. Но прежде я позволю себе вам напомнить очень важную вещь. Как читается Библия? Как читается вообще любая книга? Она читается слева направо или сверху вниз в современном мире, когда мы что-то читаем, вот как я на экране монитора. Обычно, ну, есть программы, которые даже как книги перелистывают. Ну, в основном сейчас все странички сайта, эта информация подается сверху вниз. Все последовательно, да? Но, так как мы с вами живем в пространственном временном измерении, и каждый свою жизнь видит относительно своей точки, но в мире много точек. В одну секунду у практически 8 миллиардов людей на Земле идет своя жизнь. Если бы мы захотели описать жизнь хотя бы двух людей, как бы мы ее описывали? Несмотря на то, что она происходит, вот ровно сейчас в эту секунду. Мы вынуждены были описать эти события все равно один за другим. Первое, второе, третьего человека, четвертого человека жизнь. Но мы понимаем, что в минуту времени, 23 часа 00 минут, допустим, мы понимаем, что эти события происходят у всех людей одинаково. Как бы мы эти истории разных людей не описывали, они происходят в одно мгновение. В ту же самую секунду кто-то из вас сейчас смотрит мое видео, кто-то готовит, кто-то спит, кто-то работает, кто-то с детьми занимается, кто-то с родителями, кто-то с друзьями отдыхает. В одну и ту же секунду времени. Если бы мы захотели описать жизнь и события в жизни этих людей, мы вынуждены, захотели бы на бумаге их выразить или сейчас словесно, голосовым сообщением кому-то рассказать. Мы даже рассказываем, когда друзья рассказывают друг другу о вчерашней вечеринке. Как бы он ни хотел одновременно рассказать о том, что делал в это же время Петя, в это же время, как тупил Вася и как веселилась Маша. Хочешь, не хочешь, мы слова извергаем одно за другим и рассказываем эти вещи последовательно, несмотря на то, что происходили они все в одно мгновение времени. Это очень важно. На Библии покажу вам такой пример. Вы все прекрасно помните, я надеюсь, первую главу книги Бытия и как она рассказывает нам о сотворении неба и земли и всего мироздания. И сотворению человеку посвящено, в принципе, там всего несколько стихов. Раз и два. И сотворил Бог человека по образу своему подобию, мужчину и женщину сотворил их. Все. Дальше у нас идет вторая глава. Там уже очень много стихов. Это целая глава. Посвящена она именно творению мужчины и женщины. Как человеку, из которого потом горизонтально появляются уже мужчина и женщина. И что им дается заповедь и прочие-прочие вещи. Я слышал бред, такую какую-то идиотскую вообще учение о том, что это в первой главе это Бог сотворил человека, а во второй главе это что-то там дьявол, то ли разделил его, то ли, ну там какая-то такая хиняя, я вам даже сейчас пересказывать не буду. Во всех двух главах описано творение Богом человека. Просто в первой главе оно сказано кратко, сотворению человека в шестой день уделено все несколько стихов, потому что там рассказано о всех днях творения. Уже вторая глава нам более подробно не рассказана, как Бог солнце создал, луну, звезды, природу. Что Бог посчитал через Библию человеку, не доводить эту информацию, но сотворение человека уже во второй главе нам уделяется полное, полное внимание, более полное внимание. Поэтому, конечно же, что этот стих, что эта вторая глава, это параллельно, это события одни и те же. Если хотите, как знаете, сейчас вот визуализация есть, это просто, давайте я вот так нарисую, это просто эти два стиха, как я все показываю, они просто превращаются во много стихов, да, вот и все. Если хотите, это вот так вот раскрывается просто все вот это вот, эти два стиха. Это очень важно. Хотя мы в Библии читаем одну главу за другой. И сотворение человека одного, а потом его разделение на мужчину и женщину, кратко нам описано в первой главе, когда просто перечислялись дни и что в них творилось. Уже вторая, уже эти стихи во второй главе раскрываются более полно. Вот и все. Так в Библии очень часто такие места есть. Мы так с вами очень часто даже общаемся. Да, говоришь, что вчера было, какие предметы были? Где, там, не знаю, родитель спрашивает у ребенка, какие занятия там вчера были или сегодня там после школы пришел? Он говорит, ну, была математика, физика, алгебра, там, физкультура. Он ему перечислил. А что было на математике? И он ему уже рассказывает. Понимаете, да? Я надеюсь, это очень понятно. Я всегда стараюсь объяснять простым человеческим языком. Ну, по близкому общению я знаю, что многие меня понимают, но не знаю, как меня понимают с теми, с кем я не имею какой-то обратной связи. После такого объяснения, надеюсь, очень понятного. Точно так же я вам по книге «Откровения» все показывал. Там очень часто этот прием тоже описан. Там очень часто, то же самое, перечислено порой несколько событий, а потом они уже каждому уделяется, может сказать, глава. Хотя описаны они последовательно, там, может, в полглавы их перечислили, а потом каждая из них подробно расписывается одно за другим. Но описано было, что это все вот в одно время произошло. После этих всех таких художественных изваяний моих мы с вами переходим к первой главе книги «Евангелие от Иоанна». Я, естественно, прежде всего отошлю всех, кто желает вместе со мной, на моем сайте, вместе со мной прочитать, послушать, поразмышлять над самой книгой «От А до Я». Вы можете сделать непосредственно на моем сайте, как видите, с иллюстрациями, с диалогами, с выделениями шрифтов, там, текстов, речей участников. Вам будет более понятно, красочно, интересно читать. Вы будете видеть, где начало, где конец. Разбита она не… Ну, главы там есть, конечно, цифры. Как видите, вверху даже идет курсорчик такой по главам. Но разбивал я чисто визуально не по главам, а по событиям. Они далеко не всегда совпадают с главами, чтобы понимать, где начало, где конец какого-то события. Не так, что глава обрывает чтение какого-то эпизода, который разрывать ни в коем случае нельзя. Вы его просто не почтете, не поймете. Поэтому я всем рекомендую читать хоть раз в жизни, прочесть Евангелие хотя бы, или там что-то из Нового Завета с моего сайта. Это, в принципе, обычный синодальный перевод. Вот, ну, там, некоторые слова я менял, типа, там, эти… Вы помните, как… Всем непонятное слово, что такое в пещеру. Да, в эти… Во гробы. Во гробах жил Бесноват. Как можно в гробе жить? Да, это могильные пещеры в скалах. Я вот прямо менял, как уже из современной перевода, там, в могильных пещерах, чтобы было более хоть что-то понятное. Да, потому что в гробе, в гробу в современном, в котором восприятие человека жить невозможно, это деревянная коробка, да, в которой человек… Труп уже просто лежит. Вот и все. Так, обычный синодальный перевод без всяких там, я говорю, с небольшими, может быть, какими-то изменениями. Мы с вами прочитаем сегодня первую главу. Конечно же, при чтении Евангелия. Вообще, кто помнит, у меня есть отдельное видео, где я говорил, есть такое понятие, как спираль Бога. Спираль Фибоначчи – это вечно раскручивающаяся, вечно закручивающаяся спираль, ну, или линия. И вот на протяжении… Вся Библия – это вечно раскручивающаяся, вечно скручивающаяся спираль, да. И в ней очень много витков всяких, где об одном и том же говорится. При чтении Библии, Ветхого, Завета Нового, в частности, Евангелия, я показывал, как внутри там одного Евангелия мы несколько раз переживаем всю историю человечества. Или все там новозаветные евангельские события со Христом, они не раз по кругу показывают нам, как все будет, да. И в событиях, и в словах, и в образах, или в одной притче. Бывает, есть притчи, где вся история человечества. Вот, и Евангелие Атана, конечно же, я читал, показывает, что вообще Евангелие Атана вмещает в себя больше, чем Библия даже, да. Потому что Библия, книга Бытие, первый стих начинает со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». А кто же такой Бог? Иоанн за грань этого выходит первых стихов книги Бытия и говорит, что вначале, оказывается, не Бог небо, вначале Бог не небо сотворил и землю, а вначале был Бог. Точнее, было его слово. И слово было у него, у Бога. И он и есть это слово. Это было вначале. Хотя, как это вначале, но уже было, так это было. А где-то до начала того, что было. Иоанн этими прекрасными словами «вначале было» говорит о том, что у Бога нет начала и нет конца. Вначале было, но как вначале уже может быть. Бог не имеет ни начала, ни конца, хоть он и Альфа, и Омега, первый и последний. При этом он вечно бесконечен в макро- и микро-мир. И вот, конечно же, мы с вами сегодня прочитаем все точно так же. То есть, еще раз даю вам такую акайму. Мы читаем первую главу Евангелия Тана, как историю всего человечества. Вы это сейчас убедитесь. Конечно, это в символах, образах. Я вам быстренько прочитаю все, просто чтобы вы не утруждали себя и не обращались к Евангелию. Я для вас это сделаю. Теперь покажу, что это значит. Конечно же, когда мы с вами какие-то реальные события, там, в Евангелии описаны, в книгах, потому что, прежде всего, это исторические книги, это книги о реальной жизни людей на земле. Пророков, царей, праведников, неправедников, Иисуса Христа, Бога любви и вивившегося во плоти, Его учеников, апостолов. Прежде всего, это реальная жизнь. Конечно, когда мы что-то символно разглядываем и видим, говорящие нам о каких-то реальных событиях, мы что-то можем убирать. Мы что-то, как сказать, замутняем и видим, вычленяем главное. Мы видим такими крупными мазками. Поэтому, конечно же, невозможно все это применить одинаково. Вы знаете, в Ветхом Завете все пророчества о первом пришествии Иисуса Христа, они зачастую калькой кладутся и на второе пришествие Иисуса Христа. Это очень важно понимать. Более того, очень часто там пророчества были именно об Израиле, о народе. Они калькой ложились и на первое пришествие Иисуса Христа, и на второе. Где Израиль, под Израилем, если мы подразумеваем Иисуса, мы это видим. Праведники, возьмите Иосифа, сына Израиля, Якова. Это же живой прообраз Иисуса Христа. И все события, которые с ним в реальной жизни происходили, это прообраз, пусть не прям так, но будет происходить с Иисусом Христом. Там тоже вся история человечества. Кто со мной читал книгу бытия, особенно жизни Иосифа, сына Израиля, сына Иакова, тот все это знает, видел, я все это показывал. Здесь то же самое, конечно. Потому что это описывается, начинается с этой Евангелия Иоанна. А Евангелие – это книга или история, реальная история о жизни и учении Иисуса Христа, Бога, любви, явившегося во плоти. Поэтому, конечно же, мы с вами читаем, казалось бы, кто пока младенец во Христе, кто питается молоком, он видит это просто. Вот началось Евангелие, был Иоанн, был Иисус, и она о нем свидетельствует. Мы с вами сейчас, как я постараюсь вас, взять орлиными лапками, коготочками, поднять повыше и показать с высоты птичьего полета, что же на самом деле еще мы можем увидеть, будучи высокодуховными. Я здесь два слова совместил, неважно, быть высокими, мудрыми, повзрослевшими во Христе, духовными, как это люди говорят, а не плотскими. Мы с вами все это увидим. Но я прочитаю, чтобы не было вырываний из контекста, и чтобы вам обрисовалась эта картина. Я говорю, не забывай о том, что мы читаем с вами и по плоти, так скажем, как раз то, что это реально, а жизнь и учение Иисуса Христа и духовно мы с вами сегодня увидим всю историю человечества. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему – Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его. Дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Мы здесь уже с вами краткое Евангелие. Это то, о чем я вам рисовал на этих моих художественных изваяниях. То есть здесь кратко рассказывать, что он приходил к своим, свои его не приняли, а принявшим. То есть здесь уже краткое Евангелие. То есть он дает такую заготовочку, о чем он будет рассказывать все Евангелие. Он кратко пока говорит, потом будет рассказывать уже более подробно. То есть так жизнь у нас устроена. Я вам дал реальные жизненные примеры, как я говорю, родитель спрашивает ребенка, сколько уроков было, а что конкретно на каждом уроке. Здесь вот принцип, как видите, точно такой же, соблюдается. Иоанн свидетельствует о нем и восклицает, говорит, он был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисус Христа. Бога не видел никто никогда. Да, единородный сын, сущий в недре отче, он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали... Теперь я уже обращаю еще. Чем я дальше буду читать? Обращайте, концентрируйте свое внимание на том, что мы читаем. Хотя это надо было сделать от начала, но все равно. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил, а не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк? Нет. Он отвечал. И сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я голосов пьющего в пустыню, исправьте путь к Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, который и стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаре при Ордане, где крестил Иоанн. Что мы с вами видим? Как я вам уже сказал, Иоанн замахнулся не просто, как книга «Бытие» начинается в начале. Он это начало еще нас возвысил, что в начале до сотворения Бог уже был. Бог есть всячески во всем. Что нам говорит вот этот образ Иоанна, к которому идут иудеи? Иоанн, к которому идут иудеи, спрашивают его, конечно же, это символ Писания, символ Ветхого Завета, символ всего закона и пророков. Когда иудеи наезжали на Иисуса, Он им прямо сказал «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Это краткая цитата, которую, кстати, в этом же Евангелии чуть позже, потому что я говорю, она вот так вот спиралью так и будет повторяться все. Я привел прямо слова Иисуса, которые являются эпитетом или опять кратким изложением вот того, что здесь нам символно показано. Что в образе Иоанна, всего Ветхого Завета, показана вся история человечества до первого пришествия Иисуса Христа. Я надеюсь, вы, если вы посмотрели предыдущий ролик, я вам рекомендую очень, потому что они у меня последовательны все-таки. Вот «7 тысяч лет вечности» я его назвал, где я вам показывал, рассказывал, что, я, конечно, не знаю, принимаете вы это или нет, но я принимаю то, что по современным летоисчислениям не по славянскому календарю, не по иудейскому календарю. Я, как христианин, верю, что Бог уразумел все так, чтобы мы там не ковырялись, христиане там не ковырялись. Для нас есть современное летоисчисление от Рождества Христова, это очень важно. В советское время, где-то где в атеистических обществах, несмотря на то, что весь мир это принял, стали говорить «наши эры», но по сути все прекрасно знают, что современное летоисчисление в основном у всех людей на Земле идет от Рождества Христова, но, соответственно, и до Рождества Христова, говорится. И я верю и исповедую, что до первого пришествия Иисуса Христа мы с вами прожили на Земле 4000 лет, от Ноя до первого пришествия Иисуса Христа. После его второго пришествия Иисуса Христа, после его пришествия первого, мы с вами прекрасно все знаем, что прошло 2000 лет. То есть, если считать в тысячных значениях от нуля, то прошло уже 6000 лет. И я, как нормальный христианин, исповедую, что, в отличие от православных католиков, которые отрицают тысячелетнее царство с Христа, я верю благодаря Писанию, откровению, что люди еще со Христом будут править на Земле после его второго пришествия тысячу лет, когда они воскреснут, живущие во Христе и умершие во Христе в святости, в любви ко всему его творению на Земле, проявляя эту любовь, проявив эту любовь, даже до смерти какой-либо мученицкой от рук грешников. Это очень важно. Это я исповедую, проповедую. Именно поэтому я сейчас говорю, что все, что мы с вами от Иоанна прочитали, вот это, первая глава по 21 по 28 стих, что нам это все говорит? Это образ, образ Ветхого Завета, образ всех иудейских писаний. Хотите ее Торой называйте, кто как там называет, мы с вами увидели сейчас все 4 тысячи лет до Рождества Христова. Следующие 2 тысячи лет мы с вами увидим в следующих стихах Евангелия Тана, в речах Иоанна Крестителя. Прокручиваю. Вы видите, у меня всегда говорящие, стараюсь какие-то картинки подобрать. Что же мы с вами читаем, обращая внимание? И на другой день, на другой день, то есть там сколько-то дней все это было, и на другой день. Видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, он есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но про пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым. И я видел и засвидетельствовал, что он есть Сын Божий. Заметьте, у меня одна и та же картинка, и она еще раз повторяется. Что мы с вами читаем? На другой день, заметили, да? Я еще несколько раз сегодня это повторю. На другой день, и опять на другой день, опять стоял Иоанн, и двое из учеников его. И увидел опять идущего Иисуса, и сказал, вот Агнец Божий. Заметьте, Иоанн два раза говорит одно и то же. В первый день видит Иисус, там где-то проходит. Опять Иисус проходит, где Иоанн там крестит. Он говорит, вот он, Агнец Божий. С ним были рядом двое учеников. Услышав от него эти слова, от Иоанна Крестителя, от своего учителя, оба ученики, Иоанна Крестителя, пошли за Иисусом. Надо все это растолковывать, или вы уже сами все понимаете. Те, кто в Писании, разглядел в Иисусе все те пророчества, как Иисус сказал, ни одна черта и не йота из закона не исчезнет, пока все не исполнится это на мне. Все пророчества в законе и пророках, ибо все они свидетельства обо мне. Кто поверит, кто через них разглядит того, что это я? Это как раз то место, я сегодня цитировал, где Иисус говорит, вы имеете через Писание. Там большая речь на самом деле, да, где сказано, Иисус им говорил, вы ищете Мессию? Говорит, вы приходили, посылали к Икану Крестителю? Конечно, хорошо бы все это сегодня зачитать, но у меня немножко цель сегодня все-таки не проповеди, Евангелие, да, вы понимаете, а уже для христиан, для тех, кто уже принял Христа, показать вот эти просто вещи о периодах, тысячелетних периодах истории человечества. Мне кажется, сегодня цель такая. Но я думаю, это будет не бесполезно. Может быть, мы в конце все-таки еще прочитаем, да, как Иисус говорил. Он говорил, вы к Икану посылали, вы в Писаниях ищете. И более того, говорит, посмотрите на мои дела, они свидетельствуют обо мне, что я тот. Ну, оставим эту речь. Двое из учеников, которые поверили Иоанну Крестителю, пошли за Иисусом. Символ того, когда Иудей превращается в христианина. Пошел за Иисусом. Он есть путь истинной жизни. Идущий за ним исполняет его заповеди. Это очень важно. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, учитель, где живешь? Он говорит, пойдите и увидите. Чтобы увидеть Христа, надо пойти за ним. И они пошли, увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было это около десятого часа. Еще раз обращаю ваше внимание. То есть, два дня мы с вами видим, как два дня символизируют нам... Давайте на какой картинке? У меня другие ролики. Хотите, вот на этой вам... У меня тоже тут есть. Два дня еще раз нам символизируют эту историю человечества до. Мы видим раз день, первое тысячелетие. Все Писание указывает на Христа. И для иудеев, и для эллинов. Ветхий Завет изучает как язычники, так и иудеи. Не зря она сшита христианами, все иудейские писания с Новозаветными писаниями в один корпус под названием Библия. Потому что они нам подтверждают все это. Второй день. Опять показывается на Христа. Второе тысячелетие. И те, кто пошли за ним... Обратите еще внимание, я сейчас покажу. Они пошли, а Иисус... И увидев, Иисус обернулся. Когда, услышав об ученика, пошли за Иисусом, конечно же, духовно опять, помимо того, что это было все по плоти... Не забывайте, мы разочитаем по плоти. Это реально двое из учеников. Вы помните Иоанн. Сам этот Иоанн, который пишет. И брат его, они пошли за Иисусом. Да, конечно же, было все по плоти. Второе мы читаем, это, конечно же, люди, которые уверуют, потом тоже пойдут. И это по плоти ученики могли идти. Мы с вами, и кто по нашим проповедям верует, они, конечно же, уже не могут идти за Иисусом, но идут за ним духовно, исполняя заповеди, становясь богами, идущими в Царство Бога, где они такие же, как он, абсолютные любви, любови, которая любит все вокруг. Усовершенствуются в любви, усовершаются в любви, как писал апостол Павел. Возделывают себя в любви до совершенства, до святости, до того, чтобы быть без пятна и порока, как невеста Христова, членами которой мы все являемся. Мизинчиками. Мы должны быть без пятна и порока, абсолютно совершенными. Конечно же, духовно применяется все к первому пришествию, к жизни христианской. Да, мы тоже духовно читаем. Но еще мы с вами читаем это, ко второму пришествию Иисуса Христа. Это хотите уже в роли Иоанн Крестителя, я и такие, как я, да, говорит, вот, будет второе пришествие, показывает. Те, кто поверит в это, пойдет за этим. Естественно, здесь то, что оба Иисуса пошли за Иисусом, это, конечно, символизирует восхищение Церкви. Когда Иисус оборачивается, конечно же, это символ, как написано у Павла, что Господь навстречу пойдет, да. Он идет, мы к Нему восхищаемся, и мы все встречимся, да. Подразумевает, что мы, ну, здесь, конечно, ученики, ну, еще не ученики Иисуса, ученики Иоанна спрашивают, где живешь, да. Ну, мы с вами по откровению уже современные христиане знаем, где он живет и где мы соберемся, там, где он и был распят, в Иерусалиме, вот. Соберемся на той же горе, где он и собирал учеников своих, да. Царствовать будем в Иерусалиме, соберемся на горе. И, конечно же, это где живешь, пойдите, увидите, но, по сути, мы там и будем, да. И они пошли к Христу, восхитились, Иисус сверху, и все мы собрались в Иерусалиме, ну, в современной Иудее, да. Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли там день тот, весь день. Два ученика Иоанна Крестителя, которые пошли за Иисусом, пробыли у него один день. Один день у Бога, как тысячи лет. И день вчерашний для тебя, как тысячи лет. И тысячи лет, как один день. Это ответ тем, кто спорит с тем, что вообще тысячелетнее царство там будет на земле, не будет. Это очень важно. Это очень важно. Это прямое доказательство 20 главы книги Откровения, где нам прямо описано в тысячелетнем царстве. Здесь, в образе, в Евангелии Оттана, мы видим это место, как нам прекрасно рассказывает, что мы будем со Христом на земле тысячу лет, после двух тысяч лет проповеди христианства, проповеди, где Иоанн им говорит, вот оно, вот оно, второе тысячелетие, все христиане, все кто, дети Божьи, чадо Христово, члены Церкви, всем язычникам показывают, вот оно, вот оно, идет два тысячелетия, два дня, один день, второй день, и на третий день, они с ним пребывают целый день. Это очень важно понимать, да? На самом деле, это все. Но, как я вам сказал, если хотите, на этом можно не закончиться, я хочу вам до конца дочитать первую главу, а вторую главу мы с вами тоже прочтем, но уже в контексте следующего видео, где я, это видео, где я говорю, два дня, две тысячи лет. Уже такое одно тоже видео было, я еще несколько мест подобрал, и будет продолжение. По сути, это прям закономерно будет после этого ролика, поэтому я их просто разделю. Но, чтобы здесь не остановиться, и тоже очень, чтобы мы с вами увидели, как я вам только что все это вот рассказывал, как вот нам рассказано все это, а теперь более подробно то же самое. Кто же эти из учеников, да? Я говорю, если мы остановимся сегодня, будет неверно. Одним из двух слышавших, это Анна об Иисусе послали за ним. Был Андрей, брат Симона, Петра, я вам сказал, что был Аков, я ошибся, Андрей, который был братом Симона, который потом будет назван Петром. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу, Иисус же взглянув на него, сказал, ты Симон, сын Онин, ты наречешься Кифом, а это значит камень. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа, говорит ему, иди за мною. То есть это вот нам уже две тысячи лет, как я вам сказал, услышав это, что мы с вами подробнее рассматриваем, вот этот стих, услышав от него слова, эти оба ученика пошли за Иисусом. Все, нам кратко сказано, да? И как они провели день? На самом деле, более подробно, что было? Оказывается, брат, один был, среди этих двух, был Андрей, брат Петра. Он привел Петра к Иисусу. И здесь потихоньку мы с вами видим всю историю, так раздвигается, раздвигается там, на следующий день Иисус Филиппа призвал, иди за мной, да? То есть опять первый день, второй день, вот вам две тысячи лет, это как призываются люди. Ну, то есть пробовать христианство. Филипп же был из Вейфсайда, из одного города с Андреем Петром. Филипп находит Нафанаила, говорит ему, ну, здесь нам рассказывается вся история двухтысячелетнего, тоже в таких символах, образах. На самом деле, не забывайте, что нам описывается реальная история, которую мы можем немножко замутнить, но невероятно все толковать. Андрей – это образ какого человечества, там славян, как говорят, да, апостол Андрей первозванный пришел. Это не суть важна. Поэтому здесь мы читаем по плоти, можем все это оставить, это для нашего сегодняшнего, тем более тема, не имеет никакого значения. Филипп находит Нафанаила, говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророках. Вот. Вся суть Ветхого Завета, законы и пророков, указать на Христа. Сын Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета, может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему, Нафанаил говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был подсмоковницу, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя подсмоковницу, увидишь больше того. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам отныне будете видеть небо отверстие и ангелов божиих восходящих и нисходящих к сыну человечеству кум все и дальше начинается вторая глава естественно что нам рассказано еще нас еще еще раз показываю по этой вот схемки по любой не их 2 то есть мы с вами видим четыре тысячи лет в образе иоанна крестителя мы с вами видим проповедь христианства 2000 лет что там чем два раза как мы с вами видим раз нам кратко рассказано другой день на другой день и даже иисус призывает всех а ведь через нас иисус призывает мы видим как он два дня призывает раз и там опять сказано опять на другой день уже филиппа то есть первый день ему привели андрей привел петра а на другой день и он уже увидел на фанаила да то есть опять два дня то есть еще раз нам рассказывается кратко те стихи и заканчиваются они чем но там нам кратко был даже игру явлено в этом одном дне что будет тысячелетнее царство а уже когда мы дочитываем главу что о чем рассказано вот это вот будете видеть нисходящих естественно это иисус еще раз говорит о своем втором пришествии истинно истинно говорю вам отныне будете видеть небо отверстием ангелов божий входящих к сыну нисходящих с иначе конечно же он говорит о своем втором пришествии вы помните во второе пришествие там будет и восходящий который будет по небу летать там трубить собирать и восхищение будет вместе ангелы будут собирать жатва то то есть они восходит вместе с восхищением церкви и нисходящий бон идет силу и славу и с тьмою ангелов да вы помните воздать каждому по делам его так называемое судилище христова суд над всем народами будет еще через тысячу лет восходящих и нисходящих и суд здесь прямо рассказывает о своем втором пришествии но я говорю он кратко рассказал вот эти вот здесь еще раз уже в не кратко более подробно но заканчивается таким кратким пойдите и увидите да и они видят где он живет как бы еще раз вот этот момент еще раз рассказан только уже более подробно здесь вот всего чуть-чуть а тут мы видите сколько с вас сколько прочитали вот но никто не день ты пробовали у него день то вот такое вот вам мое не то что откровение видение я надеюсь что все это видите библия переполненная игру символами образами и вот всеми этими прочими вещами то что здесь я как бы общую показываю да и действительно я еще запишу отдельные ролики я говорю вот следующее вид видео будет два дня две тысячи лет потому что если о тысячелетнем царстве и потом не будет один день тысячи лет вот действительно о тысячелетнем царстве здесь я кратко скажу у нас всего есть ну по крайней я пока знаю два места это прямо нам сказано в книге откровения в 29 20 главе да и вот в образе нам сказано где сегодня прочитал но я я просто дублирую хочу тоже такой ролик записать более подробно об этом поговорить потому что есть православные католики несчастные вообще отрицают это событие начни воскреснут бедные как иисус сказал блаженные иисуса в откровении скос блаженны кто имеет участие воскресенье первым сами себя лишают блаженства и счастья но не хотят воскреснуть значит в последний день будут там по делам получать да а перед этим сейчас следующий ролик будет два дня равно 2000 лет потому что мест указывающих на то что христианство будет проповедоваться две тысячи лет и закончится на вторым пришествии сус христа мест вообще полно то есть в начале третьего тысячелетия иисус приходит вот в этой точке в начале третьего тысячелетия который мы с вами сегодня и живем у нас вами сегодня второе ноября 2022 года мест где будет говориться два дня а третий приход мы с вами просто просто переизобилует я все думал всего несколько моментов но когда я стал исследовать писание на это на предмет этого вопроса я удивился сколько этих мест и следующее это место я вам анонсирую как раз почему я тоже буду и следующем видео рекомендовать это видео посмотреть как я вам сказал более подробно еще и заметьте на чем закончилось верю в этих словах истина истина говорю вам дарю вот люди разделили эти на главы и люди порой читают по тупости своей вот только по главам понять вторую главу понять брачный пир всем казалось бы известно событие где иисус притворяет воду вино ведь это все то же самое описание того что иисус это раскрытие теперь 51 стиха 51 стих раскрывается всей второй главой мои вот эти изваяния надеюсь вы увидели то есть 51 стих с которым было кратко сказано и опять же в образе конечно хотя реальной свадьбы когда-то времена иисус христа но в образе того брачного пира и и и и и брака христа со своей невесты с церкви с христианами с учениками его которые любят все его творение пребывает в любви ко всему в деятельной любви ко всему его творению раскрыт на в целой второй главе ведь брак христов это и есть вот они иисус ему говорит заметь это люди разделили на вторую главу атака найдет вслед за истина истина говорю вам отныне будет видеть небо отверстие и ангелов божьих восходящих нисходящих сыну человеческую а сын человеческий будет идти к вам навстречу а вы будете а невеста будет к нему восхищаться подниматься приуготовленная на день и час я надеюсь вам это очень интересно ладно я за травочку да на третий день был брак в каме галилейской я надеюсь этого вам уже достаточно чтобы задуматься самим почитать пока я запишу следующее видео вы его потом посмотрите мы с вами видим все время что события вот эти вот какую угодно у меня возьмите табличку какие вам интересно все на моем сайте они все есть все абсолютно бесплатно доступно то есть мы еще раз с вами видим что всегда если четыре тысячи лет там тоже есть исследования все известно да то вот это вот второе тысячелетие в котором мы все с вами живем после жильства христова что две тысячи лет равно два дня а за ним третий день и что всегда это будет в начале третьего дня мы всегда будем видеть на третий день на третий день на третий день это всегда прошло два дня или на третий день вы будете видеть постоянно я буду вам все эти места с удовольствием показывать убеждать в том показывать убеждать утверждать что мы с вами живем в последние времена перед вторым пришествием иисуса христа она уже скоро господь господь наш грядет так что вот так вот поэтому в конце хочу сказать готовьтесь готовиться как иисус сказал помните когда иисус свою апокалиптическую речь свой произнес во всех трех евангелия марка матфея луки нам известно заканчиваем все время словами я хочу сегодня закончить точно так же мы с вами как бы последних временах поговорили бодрствовать бодрствовать естественно в чем в святости в любви ко всему божьему творению к природе к животным к людям к духам даже да это очень важно важно все любить во всем быть совершенным беспятная порока в любви ко всему божьему творению ибо бог всячески во всем это очень важно понимать любимый все по-разному мы не же не женимся на сосне да это очень важно мы не отдаем дети животных там школу или все что-то любовь по разному проявляется ко всему да это очень важно всегда понимать но любим и все любовь проявляется ко всему по-разному но любовь она одна у нее нет весов у нее есть только дела любви которые делают мир вокруг тебя лучше счастливее прекраснее светлее это очень важно вот в этой любви нам надо бодрствовать сначала в ней быть достигнуть совершенства совершенство известно какое даже до смерти смерти крестный мученической неважно пребывать в любви к современным событиям скажу что да кто с мечом пришел от меча погибнет и кто защищается мечом тирса жизнь их ждет та же самая судьба да иисус не позволил петру защищать себя саму самую что ни на есть истину вот она причем во плоти было прям перед ним он запретил мы сказал чтобы он вложил свой меч вы нужно его бог не нуждается не люди не нуждаются в нашей защите мечом ибо зло злом не побеждается вы никогда убийцу никогда не сделаете из него святым убив его отправив в ад сделать из него святого покаявшего человека изменившись можно только принеся себя в жертву и возможно вы отправитесь сразу в рай царство небесное к иисус христу а этот человек возможно изменится когда вы его убьете да с этой грешной лица с лица земли с этого грешника сотрете вы его отправить его в ад и тут же с ним за ним следом туда отправитесь вот так вот поэтому любите любите даже врагов ваших даже до смерти и смерти крестный и будьте блаженны к слову будьте счастливы потому что вкусе мы от этого потом плоды собственной любви она в нас раскроется потому что мы любим а любовь делает нас самих счастливыми и и и Субтитры создавал DimaTorzok